Друзья мои, всем привет! Слушайте-ка, у нас сегодня пришли очень интересные посылочки. Это зубные смарт-щетки, очень умные, интересные. Щетки называются Oclan. Давайте посмотрим, кто вам думает, угадал, не угадал. А, ты не угадал, у тебя беленькая. А вот здесь должна быть черненькая. Ах, схватил, да. Ребяточки, это вот такие вот умные щетки, называются Oclan XS. У тебя, наверное, так же, да, называется? Давай посмотрим. Так, хорошо упаковано, смотрите. Да, тоже. У тебя синенькая, вот, и у меня беленькая. Это две вот таких вот умных щетки Smart. Smart – это, значит, умная щетка, которая не просто чистит зубы, но и при этом следит за полностью вашего рта. Давайте же посмотрим, что у нас здесь внутри, как она у нас открывается. Так, а, вот. Выдвигается. Выдвигается. Вот такая щетка. Они, кстати, две абсолютно одинаковых, просто одна беленькая, другая синенькая. Так, тадам! Смотрим, что здесь у нас входит. Тадам, что у нас внутри. Это у нас идет щеточка сама. Сама щетка. У нас идет так же инструкция. Смотрите. Щетка у нас китайского производства. Вот видите, здесь инструкция. Так и все. Да. Но я так понимаю, здесь по-русски... Хотя нет, на английском и на русском. О, смотри, даже есть инструкция на русском языке. Отлично. Так, здесь у нас... Щетка у нас аккумуляторная. Да, это у нас, кстати, специальный держатель. Ее можно вот так вот прикрепить на стену. Вот сюда вот так, например, просто прикрепить, и она будет держаться. Она заряжается у нас от зарядки. Видите, у нас здесь Type-C зарядка. Смотрите, здорово. То есть она аккумуляторная. И здесь еще дополнительная насадочка идет. Здорово. Так, вот у нас сама щеточка. Очень такая красивая, стильная. Смотрите, какая обалденная, да? Супер. С чехольчиком. Видите, сверху. Тинь. О, кстати, какая прелесть. Какие интересные у нее ворсинки. Здорово. Вообще, эта щетка смарт. То есть вот здесь вот на экранчике отображаются все показатели чистки зубов. Вам не надо ставить... Области зубов, которые вы чистите. Вам не надо ставить дополнительных приложений. Эта щетка сама вам все покажет, что вы не почистили, где вам требуется чистка и о состоянии ваших зубов. То есть она еще до кучи оценит, как вы почистили зубы. Кстати, вы еще можете выбрать несколько режимов. Один из пяти. Здесь еще есть еще и массаж. Так, давайте снимем. Здесь, смотрите, снимаем пленочку. Так, сейчас. Так, да, да, распаковка щетки. Так, включение. Где у нас включение? Наверное, где-то тут. Вот. Смотрите. Видите, она включается. Вот. То есть полностью LED-экран. Выбираем язык. Выбираем язык. Смотри, здесь, видите. О, здесь, наверное, даже пара. О, даже русский есть. Смотрите, обалдеть. Выбираем. Чистка. Чистка. Третий режим. Третий режим. Показывает заряд батарейки. Полный. Да. Вот четвертый, пятый. Подожди ты. Первый. Здорово. То есть несколько уровней чистки. Ребята, кстати, она очень такая легкая, знаете, звонкая. Здесь у нее есть гнездышко для зарядки. Вот. Заряжается она от USB. То есть вам не надо морочиться с разного рода батарейками и прочее. Так, ну-ка. Так, открыть. Эть. Вот. Видите? USB. Плюс здесь полностью все закрыто. Этой зубной щеткой можно пользоваться даже в ванной. То есть во влажном помещении она полностью... Геометична. Да, полностью герметична. Эта щетка имеет более 80 тысяч вибраций в минуту. То есть она не только почистит ваши зубы, но еще и отполирует. Давайте попробуем включить, посмотреть эту вибрацию. Смотрите, она с нами здоровается. Хай. О, видите, 2 минуты таймер пошел. Давайте положим сюда. Смотрите, видите. Слышите? Видите, как она вибрирует. Так. Выключим. Посмотрим, что же у нас здесь отображается. Видите, идет таймер. Она у нас на паузе сейчас. Четвертый режим. А всего здесь 5 режимов чистки. И даже полировка. И вот здесь вот сейчас отображаются наши зубы. То есть что мы почистили. И также данная щетка выставляет нам звездочки. Насколько классно мы чистим наши зубки. Также что мы почистили, а что нет. Да, 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 да. Смотрите, она опять с нами здоровается. То есть, опять же, я вам сказала, что не надо ставить никаких приложений. То есть она сама все это делает. Здесь все интуитивно и просто. И есть режим на русском языке. Пойдемте вправо. Так, вот я нанесла у нас зубную пасту. Включаем. Нашу щетку. Вот, пошли 2 минуты. Ой, ай. Настолько она вибрационная. Чуть-то, так она и варивает. Здорово. Массаж дочери, что-то куча. Смотрите, здесь у нас есть чистка, отбеливание. Пожалуйста, массаж для чувствительных зубов, полировка. И каждому режиму можно выбрать интенсивность до 5 уровней. Кстати, данная щетка работает в режиме на аккумуляторе до 60 дней. Тогда как, например, вот такая вот щетка, она работает от обычной пальчиковой батарейки. Она работает максимум месяц от батарейки. А здесь не надо мучиться ни с какими батарейками. Вы просто заряжаете ее раз в 2 месяца, и все, и вы свободны. Слушайте, ребята, в век технологии 21 века вот такие вот старые обычные щетки, они просто уходят в никуда. Потому что техническая обычная работа, они не следят, как вы числите, они не следят за тем, как вы надавливаете на зубы. А данные щетки, смарт-щетки, они делают ваши зубы не только чистыми, но и следят за полостью рта, чтобы вы как можно меньше тратили денег на врачей. Меньше мучились зубами, и у вас всегда были белые, красивые, чистые зубы. Я рекомендую данную щетку. Кому понравилось, девочки, как всегда, оставлю ссылочки все в описании под видео. Также там все бонусы, промо-коды и скидки. В общем, кому понравилось, заказывайте вот такая щетка Auckland XS. Ой, какая красота. Ой, какой аромат. Кстати, аджика прям шикарно. Ой, обалденно. Мяско у нас маринад. Попонюхай. Ой. Попонюхай, понюхай. Обалденно пахнет. Просто обалденно. Шикарно. Как это по-грузински, по-джиковски, да? Вот, мы сейчас решили, знаете, что сделать? Сходить, короче, купить вкусняшку. Вкусняшку. Все, целый день, короче, просидели, мясо прождали долго-долго, да. Но мясо прям достойно. Достойно, чтобы его ждали. Сейчас хотим сходить, купить пивка. Немножко пивка для рыбка. Сейчас мяско нажарим, салата сделаем, картошечки отварим. В общем, посидим по-нашему, по-пиратски. А? Конечно, есть. У меня все есть. У меня, как это? Такой салат хочешь. Овощной хочу. Да. Да. А что? Ну, а что? А ты какой хочешь? Значит, пойдем. Пойдем, бухнем, бухнем. Давно мы что-то не пили. Че? Ну? Че? Приехал в Таиланд, и тут спрашивают. Ну? Что лучше взять? Что? Выпить. Выпить? Да. Что? Изгород местного. А ему сразу все. Сэнг Сон, да? Да, там ему Сэнг Сон, Хон Тонг, потом Чанг, Тигр, Синха. Ага. И че? Блин, сколько всего. Я столько и не видел. Я столько и не выпью, да? Я столько и не видел. Так. Здесь. Понятно. А ты где? В Паттайе. В Паттайе? Ты что, дурак, что ли? А че, почему он дурак? Ты, говорит, в Паттайе, и всего этого не видел. С Дивсэм, Нелэм, ближайших, говорит. И все это разнообразие увидишь. Да. Там все есть. Только, говорит, единственное, днем не продают. А че, сейчас там не продают? Днем-то не продают. У них только с трех часов начинают продавать алкоги. Алкоголь-то. Утро нельзя, днем нельзя. Девочки, вот посмотрите, как у Вавана поднялась хорошее настроение. Вообще. Мясо, пиво, салат. Что подобное? Мясо, пиво, салат. Пиво, сериальчик, танки. Че, так и будешь такой злой? Такой останетесь все. Смотрите, какой. Ты че такой злой? У тебя, наверное, пивка нет, да? Мясо, мясо. Ты такая, делаешь, что у тебя нос такой прям острый. Прям вот так, да? Останься. Вовка, так засохнешь. Сейчас тебя лизну, лизну, будешь знать. Пошли, страшный старый дед. Блин, вообще-то. Уржаться, да? Ой, не могу. В общем, пошли мы сейчас в магазик, быстренько. И че-нибудь так. Хочу пивка такой прям, знаете, хорошего, вкусного, насыщенного. Мутненького. Мутненького хочу. Может быть, макарий, макарий, если есть. Глава. Макария там нет. Нету. Мы возьмем немножко. Немножко так, чисто побаловаться. Как взял макарий? Только в этом. А я, знаешь, какого взяла? Не макария, а который, вот помнишь, раньше-то я любила все. Мне говорят, ты все продавал. Там он тоже какой-то, как макарий. Ты макарий все брала, а я другое. Она такая, знаешь, коричневая, такой, бело-коричневая была. Я не помню, пензенская, что ли? Пензенская, да. Что-то типа такого. Ой, такой вкусный раньше был. Сейчас я не знаю, есть нету. Нет такого. Такого нету. Гручки. Будем импровизировать. Будем импровизировать. Придем, посмотрим, что дают. У нас здесь кто-то, походу, бухал. Он вышит в банке, бутылки. Такое ощущение, что здесь кто-то еще и нассал. Я когда мясо открывала, здесь кто-то шароебился. Вон, смотри, видишь, банки стоят на бутылке. А вот там вообще, как будто кто-то обоссался. У нас все предупускают как-то. Ой, все. Надо коль сказать. Я, кстати, даже не знаю, во сколько они. Сошли. Потому что по камере реально вычислить таких вот ходит. Вызывай. В смысле? Господи, ты меня пугал, я уж думал, пешком потом идти. Давай, тапочки одевай. Хочу там капучку. Давай одевай и тащи. Да? Сколько там было? О, даже 13. Ну, ни хрена си. Вообще нормально так. Слушай, а мясо, кстати, реально очень классное. Она прям, знаете, свежая-свежая. Там прям даже кружка. Если бы оно было замороженное, то оно не было бы кроме. Сейчас мясо нажарим. Красота. И колбаска вкусная. Мне понравилось. Слушай, какова красота, а? Вообще снега нападало. Сейчас вот снег летит. Такая прелесть на улице. Красота. Прямо вася. Красота. Сейчас, наверное, может до спора дойдем. Кофей-котам попьем. Ой, снежок. Люблю, когда снег. Такая лепота на улице. Класс. Это была в рыбке. Хорошая какая. Да. Помнишь, здесь от Наташи пилить вам? Покупала или как-то так. Вкусная была. Так. Примесленная какая-то. Сейчас, какого-то еще. О, мяско. Что, будем брать эту закуску-то? Или с мясом пожуем? Так. Не знаю. Что взять-то? У них, знаете, полосатика хорошая. Давай полосать-ка возьмем? Полосатика надо грамм 200. Он прям классный им это-то кушать. Там еще банки трехлитровые. А, хмелевое пиво. Так прям внутри там этот... Там вот через сетечку надо. А, нависто, прям шишки внутри. Видишь? А здесь он какая-то... Шишки? Это не шишки. А что это такое? Это хмель? Правильно. Оно настаивается в процессе. Крафтовое. Не, хороший магазинчик. Так, крайне редко сюда заходим. Тем не менее. Класс. Заткинул, заткинул. Ца-ца. Подожди, она выше вебс. Шшшш. Забавно. Я теперь так новый этаж вебс выглядели, да? Забавно. Он арарат. Что, давай его арарата возьмем и все. Чему-то тут балуемся. Три или пять. Фигней. Семь. Есть? Семь нет. Пять только. Ну, тогда ладно. Там след все равно. Короче, сейчас дошли. Еще в это красное и белое. Вон, купили вот такой. Рич тоник. Индиан тоник. Прикольный. 99 сейчас стоит такой. Спарик, кстати, намного дороже. Такой тоник. Взяли еще на разгоночку. На загоночку. Вот такого безалкогольного. Вот это, кстати, эсса очень вкусная в красном и белом. Продается. Кстати, совершенно недорогое. Слушайте, вот пиво безалкогольное стоит намного дешевле, чем алкогольное. 29 рублей вот такое стоит. А вон себе взял вот такого вот. Потому что, ну, алкогольного много не выпьешь, потому что, ну, не хочет сильно пениться. Но чуть-чуть хочется такого, знаете, вкусного пива. Потому что вот это, конечно, вкус, он очень отличается от такого классического. Вот. Вот поэтому хочется немножечко себя побаловать. Как говорится, кто хорошо работал, тот хорошо ест. Вот. Сейчас откроем. Одной рукой. Очень сложно. Одной рукой. Сейчас салатик сделаем. Вот. Рыбка. Смотрите, вы взяли вот такой желтый полосатик. Вкусный. Вообще. Сушеный у них. И вот такое вот пиво. Это у нас янтарная слеза. Вот. Взяли побаловаться. Немножко. Так, за что тут пить? В общем. Та-дам. Шот в пите. Заставку, друзья. За пиво, за пиво. Ца-ца. Да. Все, это была заставка. Так. Все. Сейчас быстренько все уберу. Надо овощи почистить. Хочу картошки почистить. Пожарю мясо. Обалденное наше вкусное мяско. Ван тут мясом занимается. Протыкивает его чесноком. Хотим салу брусочек сделать. И салатик сейчас сделаем. Заниматься. Вот тут удавилка. Ван Балан хочу почистить. Видите, какое мясо. Красивое. Красивое, вкусное мясо. Мясо, мясо, мясо. О, Ван подрезай. Да, Лук. У папа. У папа. У папа была собака, он ее убил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Убил. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ммм. Вкусно. Вот так вот он прокручиваем. А потом еще натрет. Смотри, сколько оно чистится с нога. Сначала натру другим. Слушай, а там красный перец есть? Может красный перец еще натереть? Чего? Зачем тебе? Немножко красного перца, немножко черного. Ну, это красота. Не иди, ищи. Красный перец есть, не бьет. Климный перец. Красота. Так, втираем сольцией со всех сторон. Втираем, я бы сказала. Втираем? Да. Дубоком тоже. Сало. Ну, и даже не сало, это как грудинка, да, идет? Да. Кстати, хорош такой брусочек, прям его даже резать не надо. То есть он же прям так порционно порезан. Прям классно. Ну, и здесь лишнее сало. А то вы все ругаете у нас, что у нас это борщ без сала. Мы свое делаем, свое. И спинку ему на три. Тоже, да. Ну, есть маловато, что ли. А здесь вот, здесь еще маленьенько. Во. Все? Или еще больше? Прямо. Все. И теперь что? Теперь смотри. Красненько. Сюда сверху. Чуть остренько. Красненько. Чуть-чуть прям тоненький. Угу. Хороший. Давай. Переворачивай. Угу. Тут же немножко пустенько. Пиречка. Размазюк. Угу. Втираем. Со всех сторон. Спинку ему тоже потрем. Коже, не надо. Перцем. Надо. Не надо. Она толстая. Ее толку никакой. Да? Ну, давай немножко. Не надо. Все? Все. Да, слишком мозг больше. Так. И что у нас? Давай. Что? Чесночка. Выдавим. Да, вот прям в руку. Все. Пожи. Не стесняйся. Все. Не стесняйся. Уже аромат такой. Такой аромат. Чуть поближе сюда. А то сцепится. Нормально все. Я его втираю. Втираешь. По бокам. По бокам не забудь. Сюда. Сюда. Аромат уже прям. Может, что? Что? Давай. Что, прям есть? Весь выдавлю. Что тут есть, да? И все. Вот такой. Ну, куда его убираем-то? В холодильник? В холодильничек. Да. Пускай пока здесь постоит он. Ага. Тут, да, убери его. Ага. По бокам. Вот тут эти. Сапта. Ай, нормат. Ну, что, смотрите. Картошечки начистила. Да. Вон тут у меня салатик режет. Да, опять меня снимают. А что, тебя нельзя снимать? Нельзя. А кто у нас? Кто не работает, Вова, тот не ест. Да. Да, вот если не буду я это снимать. А вот ты не ешь. Вот. Я больше всех снимаюсь. Вот. Вот ты не работаешь. Смотрите, мясо у нас. О, маринуется в коробочку. Вот, сейчас, кстати, это, что хотела рассказать-то. Сейчас были, в общем, сходили в МОГО 1 литра. Там все нормально, там все спокойно и хорошо. В литре нет. Ну, не литра, а как ее. Пиво МАН. Купили там вот этого пива алкогольного. Зашли вот это в красное-белое. Думаю, возьмем вот этого лимонадика. Вот. Пиво безалкогольного. Она там испугалась. Да, я там испугалась. Подошел к нам какой-то алкаш. Да я расскажу сама. Отстань. Знаете, меня еще... Подожди, помолчи. Короче, подошел мужик. Пацаны, дайте 20 рублей. Пацаны. Во-первых, пацаны, в смысле, я и Вован, получается. Меня тоже пацаном назвали, да? Вот. Сразу сказали, у нас ничего нету, все, идите нахер. Я на вас не его заметил. Иди, у нас ничего нету, чипа не дадим. Он стоит, короче, возле кассы, вот, и этот, я что-то подошла, а он там что-то задержался. Я ему говорю, все, идите, вам никто ничего не даст. И он на меня такой, иди, иди, понимаете, прям, сам иди туда. Вообще обнаглели, алкаши просто обнаглели. А, а тебя везде суют. А меня везде суют. А я вон там и стоял, в области. А что, я даже бояться, чтобы мне какие-то алкаши подходили? Чтобы я на бутылку что-ли давала? Он к тебе не подходил. Он к тебе подходил. Ничего. Он ко мне подошел, как пацаном. Да. Он меня пацаном назвал. Еще я ошкорбил. Он хочет, чтобы я ему еще денег дала. Да. Еще охреневший. А если он сейчас помрет денег? Да и похуй. Ну, знаете, нормально. Нет, ваша испугалась. Проявил. А в Питере-то не испугалась алкоголика. Понимаешь, в Питере культурные алкоголики. Им, если надо, они тебе и стих прочитают. И пару комплиментов сделают. Больше 20 рублей дашь. А тут еще и обозвал. Короче, охреневшие. Вы знаете, прям страшно в такие магазины ходить. Просто страшно. То какая-то там алкаши трутся, то еще что-то. Вроде магазин. Я понимаю, что он с алкогольным в основном направляется. Но некоторые туда заходят, извините меня, за хлебушком, за яичками, за безалкогольным пивом. Понимаете? Если ты хочешь выпить, и у тебя денег не хватает, иди заработай себе и спокойно отдыхай. Вот мы себе заработали, мы спокойно бухаем. Можем себе культурно позволить попить пивка с рыбкой под среальчик. Это кто бухает-то? Ну, я образно говоря. Ну, а что, не бухаем? Нет? Не бухаем. А вот. А тут, если у тебя денег нету... Культурно выпиваем. И когда нам продавщица сказала, говорит, он целый день тут трется. Ну, если у него не хватает 20 рублей. Не хватает 20 рублей. Так если у тебя не хватает 20 рублей, какого-то хрена начинаешь пить? Можешь заканчивать пить. Простых. У тебя не хватает уже. У тебя уже не хватает ни на что. Почему он сначала не заработал, а столько, сколько он должен выпить должен? И все. А никогда не знаешь, сколько ты выпьешь. Все зависит от настроения. Ну да, да, да. Как условия задачи, да? Да. Что там задачи на вас? Я все понял. А, условия задачи-то. Не задача, а вопрос. Ну? Сколько выпито литров, выпишь литров, потом на пассажок? Не на пассажок, по одной. Да. А по одной, да. Сколько будет выпито, а если по одной? Литров. Сколько бутылок будет выпито? Несколько литров будет выпито, если по одной. Культурно посидимым по одной, да? Вот так вот. Кстати, задачка из красного белого. Да? Нет, просто я к тому, что, понимаете, у наших, почему-то, нижегородских алкашей, у них нет фантазии. Когда начинаются оскорбления, иди на х, х. Как он думает, неужели мы ему денег дадим. 20 рублей на фио. Сейчас. Маслица. Одно дело, да. Ты маслица? Да! Мя! Ну, почему я постоянно говорю, ты меня постоянно прерываешь? Мя! Потому что ты не слышишь меня. Я тебя слышать не хочу. Потому что ты сам знаешь, что надо делать. Что я тебе должна 10 раз говорить? Только тема идет. Сейчас 7 пятниц на неделе. Пол, у меня вот идет вот с тобой, все, вот ты меня прерываешь. По-по-по-по-по-десятое, по-десятое. Не надо тут, что. На. Он меня бисит, начинает. Начинает бисит. Сейчас он сейчас чистил картошку, чуть ногти я не открыл. А, счастлив-довольный? Чего? А ты же меня даже не уступил, тя. Когда меня пацаном назвали и нахуй послали. Мне хрен приставать к людям, которые... Мне хрен приставать к алкашам? Я приставила? Да он вообще-то сам ко мне подошел. Вообще-то ты, блин, там стоишь. Я начала. Он вообще от тебя в 10 метров стоял. Да, конечно. А ты ему начала рать. Я ему начала... Ну, садим, а тебе ничего не дадим. Он рядом со мной стоял, смотрел на тебя. Ничего, пускай. Пускай поглядел. Ой, господи, Вова. У нас, девочки, я мужик в семье. Леди, что? Куда не надо? У нас в семье, к сожалению, мужик я. Да, мужик ты. Да, и я это у меня. Ага. Что, наше мясо? Я думаю, оно уже замариновалось. Вот такое хорошее мясо. Мясо. Так. Сейчас я его буду бросать. Жарить. Поначали. Вот. Все в соусе. Красиво и вкусно. Жарим на сухой сковородке, девочки. Потому что здесь есть немножко подсолнечного масла. Добавляли. Вот, взял и выключилось. Так, нормально. Вот так и делаем. Вот, плюс на свинина. Сейчас досок. И пожаримся. Ох, ты нас кладешь. Обалденно. Обалденно. Ох, сейчас пока. Вот. Класс. Вот. Вот, это вот. Вот, у нас тыки сегодня. Так, жальца. Ох, здесь какая красота. Все в соусе. Кипит. Кипит. Сейчас так закрою. Пусть она будет вкусненькая. Ну все, короче, жарю стейки и варю картошечку на ужин. Хм, я жарю. Кипит.